Привет, друзья! С вами мистер Оливер. Сегодня у нас невероятное блюдо. Приготовим прекрасную соленую семгу с чудесной маринованной свеклой и со сметаной с хреном. Это именно то блюдо, которым вы захотите угостить подружку, друга или даже тещу. Оно просто супер. Вот, у нас тут свежая семга, 300 граммов. Это из расчета на четверых. Три полные столовые ложки малдонской морской соли. Большая ее часть пойдет на выброс, но нам нужна эта соль, чтобы рыба просолилась. Получится такая чудесная восковая нежная текстура. Рыбу можно будет легко нарезать очень тонко. На вкус и на вид восхитительно. Теперь добавим вкуса. Коричневый сахар, однополная столовая ложка, цедра лимона, цедра половины апельсина. А дальше возьму укроп. Верхушки на потом. А вот эти стебли, ну очень хороши. Нарезаем. Забрасываем этот дополнительный вкус. Ничего не выбрасываем. А теперь секретный ингредиент. Немного хорошей водки. Одна рюмка. Это не традиционно, но это обогатит букет вкусов в конечном результате. Перемну этот лимон, водку, сахар. И дальше положу эту соль на семгу и другой кусочек рыбы я положу сверху. Немного пищевой пленки и просто плотно заворачиваем. Положите в холодильник. Я кладу с утра в 12, и в час она уже готова, но это если не терпится. Чем дольше вы ее держите, тем она становится плотнее. 9 часов хорошо, но оптимально это 5 часов. Вот так она выглядит после 5 часов. В меру плотная. Просто счищу, уберу эту соль. В обычных рецептах нарезки ее, конечно, просто смывают. Вам не нужно этого делать. Далее оставшийся укроп. Хочу создать такую своего рода травяную оболочку. Нарезаем очень мелко. Так, а теперь рыбу прямо сюда. Смотрите, как она прекрасно укуталась. Просто превосходно. И в холодильник пока не понадобится. Дальше покажу, как сделать великолепную сметану с хреном и замечательную маринованную свеклу. Все очень-очень просто, приблизительно на четверых. Две ложки сметаны, две чайные ложки острого хрена, не сливочного. Он придаст характер, а иначе зачем вообще с ним возиться? Половинка лимона. Помните того, что я натирал? Выжимаем, ловим зернышки. Хорошая щепотка соли. Немного оливкового масла. Столовая ложка. Перемешиваем. Вот, только нужно пробовать. На соль и остроту. Отлично. Остро. Хочется сделать что-то вроде... Дальше свекла. Немного бальзамического уксуса. Хорошая щепотка соли. И немного масла. Теперь разомну ее. Я люблю, чтобы все было по-простому. Получилось забавно. Я пока слегка наведу порядок, а вы можете это перемотать. Ну вот, пришла подруга. Или теща, или старики заглянули. Они заходят, а вы весь такой взмокший и взвинченный. Не круто. Даже если вы не умеете обращаться с ножом, то сможете нарезать толщиной хотя бы на полсантиметра. Вот, замечательно тоненькая. Сквозь нее свет видно. У нас тут травка, рыба свежая. Прорезая до конца, как бы счищаем семгу, потому что эта кожа нам не нужна. А есть второй способ. Берем с краю и просто прорезаем ножом снизу куска рыбы. И вот так сразу удаляем всю кожу. Все это можно сделать заранее. Хорошо. Рыба на тарелке. Сметана с хреном. Положу немного сюда. Мне нравится, когда свекла растекается в прекрасной сметане. И с этой семгой очень-очень хорошее блюдо. Вот крест-салат. Хороший пучок сюда. Свежий укроп сверху просто оборвите. Очень здорово. Немного оливкового масла. Посмотрите, просто великолепно. Если бы мне кто такое приготовил, я бы просто обалдел. Очень-очень здорово. Отлично. Семга слегка просолена. Такая приятная мягкость. Такая же, как, например, у копченой семги или прошутто. И ее очень приятно есть. Сладость свеклы, острота хрена. Очень хорошо. И вот такое великолепное блюдо таким чудесным вечером. Как насчет хорошего коктейля? Старый кубинец. Заходите на канал, я покажу, как его готовить. Вам понравится.